Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Всем-всем доброе утро. И с вами программа «Открывашка» на волне 101.0 FM. И сегодня у нас снова артековцы. Тема снова артек. И программу мне поможет вести Федор Рычков. Всем доброе утро. Да. У нас и правда довольно доброе утро, потому что к нам пришли просто замечательные гости. Уже знакомая нам Маргарита Кузьмина. Она любимый учитель, друг, товарищ, руководитель Лиги юных журналистов Кировской области. Маргарита Виталиевна, поздоровайтесь, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья. Да, она у нас уже не первый раз, будет помогать нам, если что. Я думаю, она уже, в принципе, знает, как себя вести в эфире. И сегодня у нас просто три новые девочки. С некоторыми я уже познакомилась, потому что кто-то учится вместе со мной. Маргарита Ерошкина, главный редактор школьной газеты. Её голосом, как тут мне написано, восхищалась вся команда люжевцев. Это правда? Да? Ну ладно, она нам сегодня ещё об этом расскажет, я думаю, я очень надеюсь. А также с нами тут Мария Халтурина, о которой в данный момент у нас нет так много сведений, но зато на открывашке, я помню, ты уже вроде бы была. И думаю, сегодня она нам расскажет о себе чуть-чуть побольше. Поздоровайся. Всем-всем доброе утро. Прямо как в артеке зашла, молодец. Так, и Валерия Скопина интересуется журналистикой, увлекается всем тем, где можно креативить, любит писать стихи и прозу, впервые в артеке, любит фотографировать главное жизни, саморазвитие и самореализацию, как мне тут написали. Интересно будет, подтвердятся ли эти факты во время программы. Ну и давайте я тогда сразу, чтобы никто не расстрелялся, задам первый вопрос, девочки. Выяснилось тут, мне недавно сказали, что не знают, где расположен артек. Повтует постоянно его с чем-то другим, с Орлёнком, с Сириусом. Громкие названия сейчас появились, говорят, этот лагерь лучше, этот лагерь лучше. Расскажите мне, вы знаете сами ли, где находится артек, и считаете ли вы его хорошим лагерем, и может быть, даже лучшим? Конечно, мы знаем, где находится артек. Артек расположен на полуострове Крым, в посёлке Гурзуф. И лично для меня это реально один из самых крутых, один из самых интересных лагерей России. Ну, я в лагерях за границей не была, но вот про Россию я точно так могу сказать. Да, мы можем, в принципе, тебе спокойно верить, потому что я знаю, что ты была уже в Орлёнке, да? Вот. По сравнению с артеком, скажи, пожалуйста, что вот тебе понравилось больше? Можешь не говорить такие громкие слова, что вот этот лагерь лучше, или этот лагерь лучше, просто по своим ощущениям? Ну, я не знаю, как бы, как на этот вопрос правильно ответить, потому что всё же это лагеря разные, но я бы сказала, что всё равно не место красит вообще смену, так скажем, а люди, поэтому... И мне повезло, и в тот, и в другой, ну, во всех лагерях мне везло с командой, мне везло с вожатыми, поэтому я не могу сказать, какой лагерь я люблю больше. Ну, хорошо. Тебе понравились оба лагеря, девочки. Вы были в других лагерях, в Орлёнке, например, или где-нибудь ещё? Я не была в других лагерях, поэтому мне не с чем сравнить, но для меня пока артек лучший. Хорошо. Я была в других лагерях, но самый крупный лагерь, в котором я была, это артек, честно говоря, впечатлил. Мне кажется, там можно себя реализовать. Можно работать над собой, работать над своими способностями. Ну, то есть мы тут услышали, в принципе, что главные люди, да? То есть вам понравилось общаться именно с людьми. У нас такой вот вопрос. Смотрите, у каждого есть... Ну, в каждый раз, когда вы приезжаете в артек, там есть своя смена, да? Например, Федя едет на лентеях, да? Да. И я была на лентеях как журналист. Я освещала это, потому что с роботами у меня, конечно, всё немножко похуже, отношения состоялись. Я просто 3D-ручкой любила рисовать. Вот, смотрите, у вас была смена необычная. Я такой смене слышала, кстати, впервые, потому что я всегда думала, когда первый раз в этом ездила, думаю... Ну, есть, наверное, там лентеях, дзюдо, вот, возможно, ещё там юные исследователи у нас были, ещё какая-то вот эти вот профили все. У вас смена была посвящена зимней сказке, и вы, кажется, ездили конкретно в канун Нового года, да? А как это было вообще? Как было работать, во-первых, в новогоднюю ночь? Что делали во время этой смены? Как праздновали Новый год? Было ли что-то особенное? Были блюда какие-то столовые особенные? То есть не просто вафельки там какие-нибудь, а прям что-то интересное, грандиозное может быть? Расскажите, пожалуйста, мне вот очень интересно. Мы попали в отряд «Медиа» и в профильный отряд. То есть мы должны были заниматься освещением мероприятий, писали статьи, новости, просто как-то помогали ребятам остальным. В плане... Ну вот у них же тоже был профиль, у них была своя программа. Они должны были выполнять задания для медиабитвы. Мы им пытались помогать, хоть у нас была и другая программа, но всё равно пытались совмещать. Я думаю, что у нас получилось это. Конечно. У нас замечательные видеоролики, у нас замечательные посты, невероятно интересно. Всё получилось, несмотря на то, что это немножко лишало нас сна периодически. Ну, в Артеке что такое сон? Сон это пять минут на абсолюте, действительно, чтобы просто прийти и прилечь. Так, вот тут я хочу услышать немножко от Маши. Маша, ты была вместе с ними, да, или я так понимаю? А вдруг нас вот раскидали вообще по разным комнатам, по разным... Кто-то ходил с одним вожатым, кто-то с другим. Вот вы мне сказали про то, что вы совмещали вместе, да, два занятия. А теперь немножко вот о ваших впечатлениях. Вот вы приехали в Артек, там, турбаза, вот это вот всё, вот как всегда. И вам сказали, ну, Новый год будете проводить тут, здорово, не правда ли? И, ну, вот это вот зимняя кутима в Артеке. Вот скажите, вообще, что такое зима в Артеке? То есть, это как вообще выглядит? Ну, потому что вот у нас зима, это дождь и снег мокрый. У вас что было? Ну, честно говоря, было очень непривычно, что ёлка стоит на фоне моря, что снега вообще, там, такого слова вообще не помнят. Помнят только, что в 2015 году на Новый год выпал снег. А с тех пор его снова никто не видел. Конечно же, было непривычно. И я думаю, тем было интересно, что нам хотелось пережить это вообще в другой атмосфере, в другой обстановке. И я думаю, все ждали именно Новый год, потому что это, ну, вообще главный праздник, это тем более в Артеке. То есть, в новогоднюю ночь для нас была подготовлена, ну, я бы сказала, очень крутая программа на Дворцовой площади. Отбой нам перенесли на 2 часа ночи. Вот ты ещё спрашивала про что-то интересное. Нам на ужин, я вспомнила, я это очень хорошо запомнила, нам на ужин дали, ну, какие-то, там, первое, второе, ой, второе, и я очень хорошо помню, СЛА «Цезарь» и «Глинтвейн». Вот это прямо выбивалось. И я не знаю, я это прямо очень хорошо запомнила. Нет, ну, это здорово, на самом деле, потому что я знаю, что в Артеке кухня довольно хорошая, потому что, ну, это, господи, даже не знаю, как это описать, намного лучше, чем то, что я видела до этого. И то, что вам вообще давали что-то особенное на новогоднюю ночь, мне кажется, это, ну, всё равно здорово, потому что вы праздновали её, в принципе, в лагере, вдали от родных, вдали от такого, хоть и мокрого, но снега. То есть я примерно понимаю... У нас тоже снег был. Да, у нас выпал снег один раз на Новый год. Правда, после него есть персонал лагеря. Всю ночь работал. И потом ещё неделю. Бумажный снег. Подождите. Сразу после наступления Нового года, вот первой минуты, выпал снег. Какой шок, наверное, был у людей, что что-то посыпалось белое. Мы думали, что что-то посыплется сверху. То есть, может быть, как-то на крыше поставят вот эти вот пушки с снегом искусственным. Нет, зачем? Нет, его просто из мешков со сцены раскидывали. У нас долетели. Да. Но всё равно здорово, на самом деле. И была Артек-арена, было выступление, да? Да, закрытие у нас было на Артек-арене. Встреча перед расставанием. Да, встреча перед расставанием. И вот это мероприятие, оно отработало весь пафос, вложенный в слово Артек. Просто ребята поработали. Молодцы, респект им за это. Грандиозное мероприятие. Смогла на первые 10 минут. У нас на Артек-арене, ну, было, в принципе, как обычное представление. Вот у нас там объявили те, кто выигрывал в звезде Артека, те, кто были там на проектном офисе. Всё-таки вы молодцы, ребята, садитесь. Поскольку это Новый год, я бы хотела услышать немножко о представлении на Артек-арене и о представлении на Дворцовой площади. Потому что я не совсем понимаю, что это, если честно. Нас сводили мало куда. То есть у нас были такие вожаты. Сначала основные мероприятия, потом можете делать, что хотите, девочки. Поэтому очень интересно, что было на Дворцовой площади и что было на Артек-арене. Ну, просто может быть впечатление, что особо запомнилось. Например, какие-то конкретные моменты. Может, там выступления, песни. Не знаю, как вы там вставали, хором пели. Было ли у вас такое? Не было. И мне очень интересно. Хочу послушать три точки зрения. Мы были в лагере Янтарном. И вид из наших номеров был прямо на Дворцовую площадь. Это вот где Дворец Порта расположен, столовая артековская и ёлка. Она называется Дворцовая площадь. Дворцовая площадь, да. 21 день в Артеке. Я этого не знала. Ну ладно, продолжайте. Ты ходила в столовую мимо этой Дворцовой площади. Я не знала, что это. Вот Новый год у нас проходил там. Сцена, представление было, спектакль. Ну, мне кажется, всё было на достойном уровне, очень проведено. Я, конечно, думала, что всё-таки Новый год будет на Артек-арене происходить, но... Ну вот тоже я когда услышала Новый год в Артеке, думаю, круто. Наверное, их поведут на Артек-арене. Включат им, например, там большой фильм или что-то такое. Всё будет, как всегда, отлично. А потом, когда я услышала Дворцовую площадь, у меня началось в голове сначала, где эта Дворцовая площадь. Думаю, так, это не рядом с Кипарисным, да? Надеюсь, что нет. Вот, а в принципе, хорошого выступления. Выступление на какую тему было, какой спектакль? Про мумитроли. Да. Мумитроли. У нас смена называла «Зимняя сказка», и за основу взяли именно сказку про мумитроли. В конце смены нам ещё подарили книги. С мумитроли? Да, мумитроли. Зима мумитроли. Это детская жестокая история про одинокого ребёнка, который проснулся ночью, зимой никого не было. Ты уже прочитала? Я только начала, но это уже грустно. Это интересно. Очень страшно началось нагнетение. Мне кажется, можно взять то же самое и про наши призы, которые мы сейчас озвучим. Можно, например, сказать про книгу «Миллион и один день канику». Маленький мальчик попал в космос, у него начались какие-то страшные приключения, его там все бросили, оставили. На самом деле нет. Я попыталась продолжить немножко атмосферку, которую нам тут задали. Книга, которую я сейчас вижу перед собой, из серии вместе с книгой «Волшебная галоша». Они, не знаю, мужские и женские книжки не буду разделять, потому что книги интересны каждому разные. «Миллион и один день каникул». Я вижу красочную обложку, в основе которой лежит космос, и мальчик в странной шляпе, и, кажется, в скафандре. Я на самом деле не знаю. Вы можете это посмотреть, если зайдете на наш официальный сайт и посмотрите трансляцию потом. «Волшебная галоша», я вижу тоже что-то связанное, наоборот, с морем. Или «Необыкновенное приключение» Вадима Смирнова и его лучшего друга. И «33 невидимки» из 117-й школы. Название странное, но, думаю, кому-то может быть довольно интересно. Также тут есть довольно хорошие книги, потому что они от Дисней. Все книги от Дисней — это хорошие книги. «Академия грез» называется. «Несси и неожиданное преображение. Скарлет и тайна звездной посланницы». Данные книги у нас 6+, как и 2 до этого. И они, думаю, больше, конечно, для девочек, потому что эту историю крутят на Диснея. Это такой детский довольно мультик интересный. Я с сестрой смотрела. Могу сказать, что снято довольно неплохо. Также у нас есть энциклопедия, которая гласит Федя. Да, у нас энциклопедия «Мир моря». Очень интересная энциклопедия, которая расскажет вам про тех, кто обитает на дне, в океанах. Есть энциклопедия «Достопримечательности России». Кроме губки Боба. Есть энциклопедия «Достопримечательности России». Ну, я считаю, что это вообще интересно узнать про архитектуру, и не только про природные достопримечательности Российской Федерации. И есть третья энциклопедия — это «Пустыни животный мир». Ну, здесь тоже про всякую жительность, которая обитает там. Сказано очень хорошо. Также у нас есть билеты. Кинотеатр «Смена» и кинотеатр «Дружба» на двоих. Да, вот как раз насчёт кинотеатра «Смена» и кинотеатра «Дружба», я думаю, это довольно актуально прямо сейчас, потому что проходят выходные, и я хочу напомнить о том, что кроме того, что нужно слушать нашу программу всей семьёй, нужно ещё куда-то выбираться всей семьёй. Итак, напоминаю, наш телефон 211-101, и у нас есть первый вопрос для слушателей, который прозвучит так. «Сколько в этом году исполняется лет Артеку?» Ну, мы уже тут поговорили до этого, девочки уже это знают, они профи в этом деле. Если никто не ответит, они нам помогут. Вот. Ну, и давайте тогда продолжим наш диалог. Мы остановились на Дворцовой площади, вот на этом всё. Вам показали спектакль, и вы разошлись. Или как? Нет. Нет? Конечно, мы пошли ещё... А, сначала мы пошли танцевать. Да. У нас была массовка. Ой, массовка? Сколько длилась массовка? Полчаса. Полчаса. Да, мне показалось, было дольше. Ну, может быть, 40, мне кажется, да? Мне хватило веселья в новогоднюю ночь, потому что действительно было очень интересное представление, очень вообще необычное. Например, Баба-Яга спускалась на площадь не на ступе, а на вот таком, можно сказать, как называется, подъёмный кран, на котором это было такое необычное решение. Это ведьма была, наверное. Ну, ведьма. Это самая стильная женщина, которую я видела, просто безупречная. Неужели она столько была просто запоминающая? Очень красиво. Она классная. Она прекрасный персонаж вообще. Она потом ещё на закрытии, не на закрытии, а на встрече перед расставанием. В этом же костюме. Она там стала добрая уже. Добрая. Он скидывает зайку. Ну, это действительно, вот если мы об этом сейчас помним, хотя прошло уже достаточно много времени, я думаю, ну, это действительно поразило нас. Потом массовка, на которой все кидались этим искусственным снегом, на котором все закапывали друг друга в этот снег. Это тоже было так весело, круто в компании друзей. И я думаю, мы все запомнили это надолго. Да, мы сейчас продолжим говорить о том, как раз с кем мы познакомились, потому что я знаю, что Новый год был не обычный, а 19 стран. Что это вообще было такое? Но перед этим мы примем звонок. Привет, представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Настя. Настя, сколько тебе лет? 12. 12, хорошо. В какой школе ты учишься? В 14-й. Вот, Настя. Ты знаешь, сколько лет исполняется Артеку? 95. 95. Девочки, правильно? Абсолютно. Абсолютно. Ты большая, молодец. Смотри, у меня для тебя есть вопрос. Он никак не влияет на твой ответ. Книгу или приглашение ты, конечно же, получишь. Мне интересно, ты была в детских лагерях? Да, я была. Скажи, пожалуйста, в каких лагерях ты была? Весна, Строитель, Родина и Жемчужина, Россия. Молодец. Так, я тоже была Строитель, и сразу себе там отложила ты большая. Молодец. Хочешь когда-нибудь поехать в Артек? Конечно. Замечательно. Ты слушай нашу программу до конца, мы попробуем рассказать в конце, как же попасть в сам Артек. Немножко это повторим. Скажи, пожалуйста, ты хочешь книжку или приглашение? Приглашение. Приглашение. В какой кинотеатр ты хочешь? Дружбу или смену? Ходи на театр, смена. Ходи на театр, смена. Хорошо. Я передам это нашему редактору, и тебя тоже в руки передам. Большое спасибо, что ты нам позвонила. Итак, ну вот, продолжим. Про Новый год, да, Дворцовая площадь, вам запомнились какие-то люди. Я вижу, тут сразу уже про ведьму мне рассказали просто замечательно. Не-не-не, это наоборот хорошо, мне правда было интересно. Новый год был необычный. Это мы уже повторили перед этим. Не просто Новый год, что вот там, да, Россия, Дед Мороз, замечательно, расходимся. Новый год был в 19 стран, да, к вам приезжала. Было ли больше стран, или просто там объявили вот 19, 19 и прибыло. Знаете, не знаете? Именно в Янтарном были ребята из 19 стран, а в общем по лагерю 22 страны. 22 страны, ну вот, мне именно это и было интересно, потому что у нас тоже флагов, я как помню, было больше, чем 19. Янтарном были представители других стран, это как раз то, что я хотела услышать. Познакомились ли вы с кем-нибудь? В нашем отряде были ребята из Турции. Замечательные ребята, очень интересные, креативные, творческие. Они занимаются театральным искусством, и мы у них, если честно, многому научились. Ну вот это как раз здорово, потому что и программа, и Артек основаны на том, чтобы учиться друг у друга и общаться с кем-то. Так, ребята из Турции, знаете ли вы еще кого-нибудь, пересекались ли, вы такие смотрели, такие, ой, человек из Франции, господи, кошмар. Да. Да. Мы познакомились с ребятами из Ордании. Сейчас начнется. Из Греции. Из Греции. Из Греции, из Франции, из Эстонии ребята были. То есть задача наших ребят была еще у каждого из представителей стран, у одного из представителей стран взять интервью. О-о-о. Поэтому у нас еще вот такое было. Двадцать, девятнадцать стран. Здравствуйте. Не могли бы вы ответить на вопрос, пожалуйста. И под каждое из этих интервью сделать еще маленький сюжет. Угу. У нас всего двадцать один сюжет был сделан. Девятнадцать. А это мы объединили вместе в несколько сюжетов. У нас получилось два сюжета, мы их разбили, потому что уж слишком много получается. Вот. Кроме того, у нас был день «Спасибо» международный, когда дети говорили «Спасибо» на разных языках, разным людям. Это день я даже, по-моему, смотрела, когда мы организовали нашу смену, и мы думали сначала взяться то ли за вашу, то ли еще за какую-то, и я смотрю, был день «Спасибо», думаю, ну, будет, наверное, весело. Да, на девятнадцатом языках дети изучили… Весь артек повторял вот на разных языках «Спасибо». Так, я знаю только французский, извините-ка, мне обращения не надо. Хорошо. Так. Я услышала тут Грецию, Эстонию, Францию, Турцию. Господи. Вы были в «Инмедиа» отряде, с вами был театральный отряд. Запомнились ли еще какие-нибудь? Например, я знаю, что есть КВН-отряд. Да, диджей-отряд был, КВН. Есть футбольный отряд, там такие замечательные ребята. Им бы в дизайнерский отряд, жаль, такого нет. Они просто сидели в столовой и строили какие-то фигурки из мусора, не знаю, из салфеток. Какие классные ребята. Им нужно на нашу смену, чтобы они смогли поучаствовать в построении. У нас будет специальный конкурс, называется «Дизайн только сегодня». И там можно будет создать себе какой-то наряд из каких-то любых просто вещей, можно прийти в кастинерку, можно взять какой-то подручный материал, целый день будет идёт на то, что вы будете бегать по станциям, что-то строить, брать какие-то там материалы, шить, а в конце будет показ с мод, с настоящей дорожкой. Но это вы ещё подумайте, да. Хорошо, так, футбольному отряду в дизайн. Это был моротряд, это просто отдельное место в нашем моротряд. Которые выиграли морбитву вообще среди лагерей. Такая у них форма красивая. Да. А вы знаете, что если они не сдают экзамен, у них забирают свою форму и им дают фиолетовую. Мы пошли с ребятами и действительно вот они сдают зачёты. Наверное, тогда как зачёты проходят. То есть они учат узлы, какие-то знаки, команды. Симафорную азбуку. Мы просто спрашивали и нам вот рассказывали. В очереди на анимацию стояли, разговаривали. Анимация сближает. Да. И вот нам рассказали то, что есть такой моротряд. И если ты не сдал зачёт, то форму у тебя забирают. И ты ходишь в обычной артековской форме. Да, мне уже рассказывали, поскольку я знакомилась и с юным отрядом, то есть юнги, которые назывались, и с моротрядом. Они у нас тоже выиграли, ну юнги конкретно выиграли битву. Это было просто очень интересно, потому что меня научили как шлюпку отшвартовывать и вязать некоторые узлы. Некоторые узлы им запрещали показывать, но мы всё равно таком пробирались. Всё-таки научи, пожалуйста. Феде это всё ещё предстоит. Он ещё познакомится с этим замечательным отрядом. Я очень надеюсь, потому что это того стоит, правда, общение. Хорошо, там запомнился моротряд. Немножко конкретно хотелось бы сказать. Вот у вас... Вы ездили ещё раз как журналисты. У вас... Вы снимали сюжеты. Мне уже рассказали, что они просто замечательные были. Кто конкретно чем любил заниматься? Кто любил фотографировать? Кто любил писать посты? Кто вообще такой, господи, пожалуйста, отойдите от меня. Я просто хочу полежать. Было ли такое, что в какие-то моменты были такие заминки по типу, зная, что, пожалуй, не сегодня. Я и, пожалуй, сегодня хочу хоть пять минут поспать на абсолюте. Это мы всё расскажем. Сейчас у нас будет скоро музыкальная пауза, как я понимаю, потому что идёт перерыв. И после неё мы, во-первых, расскажем, какую музыку мы поставили. И расскажем, что мы конкретно делали. И хотелось ли вам этим заниматься дальше. Спасибо. Спасибо. Здесь Солнце восходит над водой. Здесь В море впадают звёзды. А мы Дети со всей земли Этим летим в Астек родной. Знания друзей он создан. А мы Дружбы зажжём костры И вместе с вами сможем спеть Им твою честь Атек. Вот уж столетие здесь прав для Дети. Атек, 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 Атек. Здесь быть мечтают даже взрослые. Атек, 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 Атек. Ты в сердце каждого наверх. Здесь много красивых новых мест Здесь самый забывший берег Ну как, как же нам всё успеть На Аюдаге песни спеть Песни о нашем лете Людям всё обойти суметь Чтоб не обиделся медведь И не скучал Аттек Вот уж столетие здесь страх для детей Аттек, Аттек, Аттек Аттек, Аттек, Аттек Здесь быть мечтают даже взрослые Аттек, Аттек, Аттек Аттек, Аттек, Аттек Так, мы снова с вами Это программа Открывашка Сегодня с вами я, Сухи Занько так и не представилась И Фёдорочку Доброе утро Да, у нас замечательные гости Тема Артек У нас тут Маргарита Ерошкина Мария Халтурина Валерия Скопина И Маргарита Кузьмина Знакомые нам люди И сейчас у нас прозвучала композиция Которая будет встречать Федю каждое утро Это гимн Артека так называемый Звучит он, как я помню, на зарядке И на основных мероприятиях, конечно, почти на всех И, как я помню, Федя хотел спросить у нас немножко Да Про Деда Мороза, да, или про что ты хотел? Мне говорили, что что-то у нас интересно с Дедами Морозами Их было несколько Да, к нам приезжало 9 Дед Морозов, насколько я знаю И прошло мероприятие в школе Артека Несмотря на карантин, мы всё-таки побывали там один раз Вот на этом мероприятии И на нём артековцы проходили что-то вроде квеста Они приходили в какое-то место В определённый кабинет И там стояла группа людей из своей страны Они рассказывали про своего Деда Мороза Например, у нас ребята из Турции Привозили свой микроспектакль про Деда Мороза Ноэль Баба Баба Ноэль Баба Я не знаю, как он просто склоняется Ноэль Бабу Ноэль Баба В Греции это святой Василис В Венгрии Василис Василис, думаете? Василис, да У него там, да, это ударение на другой слога Прошу прощения, ребята В Венгрии Микулаш Тоже поправите, нет? Микулаш Микулаш Ребят Марго Ладно, дальше я не буду говорить Но в Эстонии Юлувана Я точно знаю ударение Поэтому расскажу про него Мы узнали очень много интересных традиций Празднования Нового года И много игр, танцев, песен Было весело Хоть мы и не всех прошли Детам Порозов Но было интересно Можно было Артековцам, грубо говоря Дали возможность Научиться существовать В этой поликультурной среде Завести новое знакомство И чему-то научиться Были даже такие ребята Которые не знают русского языка Помогали, наши Помогали ребятам На русском языке общаться Приходил, где-то английский язык Способности свои включать Были Деды Морозы Не только из других стран Зарубежных Но и из нашей большой страны То есть, например Очень красивый якутский Дед Мороз Да То есть Дед Мороз из Башкирии Дед Мороз из таких вот Других наших республик Они тоже приезжали Но это как бы уже Не иностранные гости А вот у меня вопрос Я не совсем понимаю Как там были иностранцы То есть, их просто вам В отряд заселяли И с вами жили Да, они были с нами в отряде Без переводчика Буквально ребята из Турции Жили в соседней комнате Поначалу, конечно Ну, во всех лагерях Сначала идет сплочение отряда Как-то сложно было запомнить имена Ну, так как имена не русские Нам непривычные Но все равно Как бы мы все познакомились И на прощание Уже даже вот Ты подходишь к человеку Столько воспоминаний Столько событий, связанных Вот все вместе Всех запомнили Со всеми до сих пор общаемся Замечательно Вот переписываемся в общей беседе Кто как летит Едет домой Кто-то уже дома Так что Артек приближает Ребята из Монголии По-моему, вообще русского языка не знали Да Вот по-русски хорошо разговаривали Ребята из Турции Это как раз наши Греки Почти все разговаривали Венгрии И орданцы Венгры Эстонцы Все хорошо знали русский А вот Девочка из Австралии По-моему, не так хорошо понимала Монголы Не все понимали И итальянцы, по-моему Не все хорошо понимали Но все равно Как бы уже наше поколение Многие знают английский Поэтому Нам было не так трудно Но итальянский недалеко от французского ушел В принципе Была же такая ситуация Снимали сюжет про улыбки Вот с оператором Владиславом Из Рахангельска И Иордания Я говорю то, что Вот ты скажи Я люблю Артек Или Передаю привет маме Ну, чтобы поулыбаться Помахать ручкой И он говорит А я так не могу сказать И такая ситуация Я говорю Как ты не можешь так сказать? Почему? У нас, говорит, нет такого слова Я, говорит, не знаю Как это перевести на свой язык И вот Ну, как бы мне надо Какого слова конкретно нет? Я люблю Артек У них нельзя сказать Именно как Я люблю Артек Как-то по-другому Что-то в словах Он вот путался И вот Пришлось говорить на русском языке А потом он говорил тоже фразу Только на своем языке Но с небольшим уже изменением фразы Вот в этом вот сложность еще была Ну да, сложность коммуникации А вы в основном говорили на русском или на английском? На русском На русском В основном на русском Вообще наши ребята вот из Турции С которыми, я думаю, мы больше всего общались Они, как бы, многие родились в России У... почти у всех один из родителей русский То есть дома все равно у них есть... Ну, они общаются как-то не только на турецком Но и на русском И поэтому, как бы, нам было вообще не так сложно Потому что мы друг друга старались и понимали У меня со мной были девочки из Кореи Ну, которые знали русский Хотя некоторые из них были стопроцентные кореянки И ребята из Казахстана У нас сложности возникали только когда я спрашивала Сколько на теньге Сколько денег, конкретно рубли То есть таких вот прям сложных переводов у нас не было Ну, вот насчет коммуникации Это понятно А было ли у вас время на... Ну, понятно, что поспать вы уже сказали нет Брали ли вы книги, как я по своей опрометчивости И читали ли вы Или если вот у вас последние дни были явно свободнее, чем первые Потому что так обычно бывает Не знаю, может быть, у вас было по-другому Что вы делали в эти свободные дни? Не гуляли ли по Артеку по территории? И были ли какие-то организованные мероприятия? К сожалению, по Артеку нам погулять Ну, не так Два раза мы погуляли И то это были очень короткие экскурсии И это были съемки, например? Да, вот у меня поселились Я раз пять ходила Ну, я думаю, я вообще больше всех из отряда ходила вообще по Артеку Там до Лазурного, до Морского, на Русскую поляну То есть из-за того, что, да, у меня был фотоаппарат И, например, все фотопроекты Ну, фотографировала я на медиабитву Потом какие-то... А, вот подкасты записывали Я тоже, я ездила к Лазурному То есть И так получилось, что Мне удалось погулять по Артеку Но из-за карантина Из-за того, что все, к сожалению, стали болеть Много ребят болело В последние дни нам Ну, не разрешали особо гулять Но мы находили какие-то занятия вообще, ну, там, отрядные, подготовка к мероприятиям То есть мы... Я бы не сказала, что мы скучали Ну, во дворец Соксу несколько раз дети ходили Да, вот хотела только спросить Да, они ходили и представления там были во дворце Соксу И спектакли, которые ставили партнеры И спектакли, которые ставили непосредственно ребята Несмотря на то, что они приехали от Лиги юных журналистов Российской Федерации У нас, получается, такая команда именно журналистская Но в то же время они не только журналистской деятельностью занимались Они еще и пели, и танцевали И вот даже... Лера, у тебя какой диплом? Так, режиссер программ и менеджер СМН Еще у тебя диплом? А, я... Из Артека какой у тебя диплом? Звезда Артека Звезда Артека Да, у нее еще диплом звезды Артека Она президент отряда Помню эту ситуацию, когда ко мне подходит вожата с ребятами Вроде Лера, Лера, ты отправляешься на звезду Артека И у меня просто такой шок Ребята, как? Что? Почему? Да какие такие заслуги? У нас были выборы в отряде У нас был бюллетень, я такая пишу, Валерия Скопина И уснула А когда я проснулась, ее уже выбрали И моя бумажка никуда не попала Мне удалось побывать на сборе президентов Вот как раз тот случай, когда мне удалось попутешествовать по лагерю Это вот как корреспондент я была в Морском И в Лазурном вот в Сауксу мы были Выступления там у нас были Потом Сом был по обществу знанию Тоже в Сауксу проходил И сбор президентов А у нас не там вообще Нас повезли в какой-то дворец, я не знаю Так, ну тут у нас прозвучали слова, такие как Сауксу Сбор президента, президента отряда И звезда Артека Специально для Феди, который скоро туда поедет И для наших слушателей Сауксу, это дворец, находится в Лазурном лагере Довольно далеко от Яндарного и Хрустального Туда ездят и на автобусе, и ходят пешком Вот Такое огромное белое здание, довольно красивое Как внутри, так и снаружи Там проходят спектакли, например Когда у нас был первый спектакль по маленькому принцу Выступление Там проходят разные сборы У нас пару раз там был профиль Иногда там проходят специальные такие выставки Например, когда ребята выбирают себе занятия Как, например, лепка Или что-то такое То обычно это привозят с Уксу И все просто ходят по дворцу и смотрят, что им больше интересно Президенты отряда Это люди, которым дается специальный бейджичек На котором написано президент отряда Они выбираются всем отрядом То есть, как я понимаю, у вас на какой день это делалось? На первый, второй, на второй У нас было вообще на третий Я очень странно стала президентом отряда У нас вот даже с первого дня Получилось так, что было наше рабочее совещание От Леги юных журналистов Мы проводили планерку первую И прямо на первой планерке пришла вожатая Говорит, нам нужно дать интервью Так, вот, пошли, Лера И забрала ее У меня такой шок Ребята, куда меня повели? Все, и она с первого же дня уже стала и там, и там То есть, везде много... Надевай парадную форму вперед Активиста, спортсменка, художница Уголосливая певица, все наше... И, наконец, просто красавица И еще вот хотелось бы сейчас, может быть, вопрос задать нашим слушателям Вот наши ребята ездили на 21 день До этого, очень давно, в лакере ребята приезжали на 40 дней на смену А вообще в истории Артека существует самая длинная смена Да Самая длинная артековская смена Кто-нибудь может сказать, сколько продолжалась самая длинная артековская смена? Напоминаю, что это не связано ни с каким солнечным в 2020-м Это не смена на 3 месяца летом Это совершенно другая смена Знаете ли вы что-нибудь о ней, в принципе, и сколько она длилась? А потом мы расскажем, что связано с этой сменой Какое особенное событие Но пока нам не дали ответ на данный вопрос Дорасскажу еще немножко А вообще... А, уже дали? Ну все Тогда слушаем Федя, давай Привет, как тебя зовут? Алло, привет, меня зовут Аня, мне 9 лет Привет А где ты учишься? Я учусь в 11-й школе Понятно А ты ездила в кем-то лагеря по типу Артека? Нет Я бы очень хотела Понятно Ну что, мы слушаем ответ Твой на наш вопрос Сколько длилась? Она была обязана с Великой Отечественной войной И поэтому длилась с 22 июня 1941 года по январь 1945 Это правильный ответ, насколько я знаю, да? 12 января был опущен флаг Смена 3 Да, 3 года, 5 месяцев и 20 дней Вау, господи Ладно Мы это сейчас как раз объясним И Федя, которая немножечко пребывает в шоке от данной информации Смотри, Анечка, ты у нас что, хочешь приглашение или книгу? Аня? А можно к редактору? А, да, хорошо Мы тебя тогда даем редактору А сами поговорим об этом событии 2020 год это юбилейный для Артека И юбилейный со дня мира в принципе В Артеке и в России Как раз девочкам рассказывали, как я понимаю, об этой самой длинной смене И я знаю, что был снят фильм Да, Артековский закал Расскажите мне об этом фильме И вообще о вот этом событии, связанном с самой длинной сменой Ну, фильм, как я сказала, называется Артековский закал Режиссер его Татьяна Владимировна Мирошник Ну, фильм о ребятах, о дружбе Вот, которая принесена уже сквозь года Многие уже... Как сказать... Ну, живых уже нет, да И вот нашли... Нашла вот режиссер двух людей Это Эля Эсма и Виктор Кискилла Из Эстонии, ребята Им сейчас уже под 90 лет Больше 90 Ее 90 лет, а ему... 92 года 93 Вот Ну, и фильм завязан вот на этой вот истории Как раз он начинается с их встречи После долгого промежутка времени Они не виделись 30 лет Хотя сейчас живут в 100 километрах друг от друга в Эстонии То есть, они даже не знали, что находятся так близко И... Они встретились, и там показаны их... Ну, это действительно очень трогательный момент, что два таких пожилых человека И они вспоминают то, как завязывалась дружба, как все это было Они... Ну, именно на их воспоминаниях, на их рассказах основан фильм То есть, там есть кадры Вообще хроника того времени То есть, достоверные кадры Как их перевозили в Артек на... Ну, в Алтайский Артек Вот именно время эвакуации То есть, ну, вообще поразительно в этой истории, что Из всех ребят Все, кого перевозили в... Всех, кого эвакуировали Они все остались живы То есть, во время эвакуации никто не пострадал Кого-то забирали родители по дороге Кто-то вот прожил все это время вместе с лагерем Потом на Алтае присоединялись вот местные ребята, местные школьники Они как бы потом назывались ненастоящими артековцами Но все равно они жили вот в этой, ну, можно сказать, семье И, ну, это... Ну, я думаю, всех, кто смотрел этот фильм Все, кто услышал эту историю Просто были поражены Они... Ну, мы все прониклись этим Этой историей И вот мне запомнилось Это, ну, как-то так интересно даже Что Татьяна Владимировна Мирошник В конце, после фильма Рассказала, ну, она спрашивала А были ли вот какие-то истории Там, любви Какие-то пары, которые... И ей сказали, вот, Виктор и Атель сказали, что Нет, они все были как семья Они все были как братья и сестры друг друга И они... Они прожили это время вместе Ну, больше тысячи дней То есть, бок о бок И они все друг к другу приходили на помощь Все были друг за другом горой И это была, как бы, больше, чем какая-то любовь Это были действительно... Ну, это такие чувства, которые вот прямо остаются в людях надолго Причем, вот, ребята, когда... Когда повезли из Артека Сначала в Московскую область Потом в... В Сталинград В Сталинград По пути они останавливались Еще в сельской местности Помогали собирать урожай То есть, помогали работать Помогали колхозникам И вообще, ребята, которые Ну, по своей вот... Они не отдыхали в эту смену Они так же, как и взрослые Помогали, помогали, да Работать, ну, для того, чтобы приблизить победу Да, кстати, вот рассказывали то, что Абсолют Как таковой вообще перестал существовать в это время Ребята помогали как Красной Армии, так и местным жителям То есть, какие-то... Ну, такую минимальную помощь оказывали Как вот дрова кололи Дежурили они постоянно По четыре человека, если я не ошибаюсь То есть, осматривали местность И вот еще в самом Артеке Даже... Что-то, я помню, рассказывали, что кого-то даже... Мы приехали 19-го числа, а смена должна была открыться 22-го числа Они готовились к открытию А костра еще не было И когда вот 22-го июня наступило Ребята вот вместе со взрослыми Вот включились в наблюдение, в охрану лагеря И, значит, в числе дозорных были И они обнаружили в горах мигающие огоньки Оказывается, там были диверсанты, которые, ну, пытались вот как-то уже... Да, их рассекретили и... То есть, даже дети вот, ну, уже... Ну, они не понимали еще, что будет война, да Но на них вот такие вот уже взрослые обязанности вот были возложены Но кто-то из них, ну, те, кто постарше, они под конец войны, они уже и... Сами отправлялись на фронт Около 100 тысяч рублей, но для того времени это... Это очень, да То есть они зарабатывали И Сталин даже выслал благодарность артековцам и персоналу артековцам за заботу о Красной армии Вот, и горячий привет Вот, это очень так интересно Вообще, вот мы услышали, что два года искали хоть кого-то, кто остался из живых Вот из-за этой самой длинной смены, может быть, те, кто нас слышат, что-то об этом знают Может быть, у кого-то есть родственники, знакомые Да, может, у кого-то есть родственники, которые вот прожили это время в артеке Сообщите нам в Лигу юных журналистов Кировской области, либо в Лигу юных журналистов России, потому что поиск продолжается Очень хочется пообщаться с этими людьми Да, пока они живы Да Эта история очень трогательная и интересная тем, что, несмотря на все трудности, это доказывает то, что сплоченность слайд Лагеря и сплоченность такой семьи, созданной из совершенно разных людей Из людей разных регионов, стран и разных национальностей Она помогла не только победе, она помогла и, в принципе, людям, которые нуждались в поддержке в это время больше, чем кто-либо История о том, как попасть в артек довольно проста Нужно просто пытаться что-то делать Нужно участвовать в Олимпиадах Нужно помогать, в принципе, кому-то с какими-то проектами Создавать проекты самим Участвовать в разных секциях, даже вот в той же нашей Лиге юных журналистов Кто-то в танцах, кто-то еще где-то, чтобы можно было поехать и, в принципе, стать тоже частичкой этой семьи Я думаю, что вы ездили конкретно как Люш, да? Лига юных журналистов России, да То есть у нас делегация была сборная из трех регионов Вот, и мы именно, ну, представляли официальные СМИ Официальные российские СМИ Официальные СМИ российские Я ездила не только как помощник этой Лиги юных журналистов Я ездила и по дипломам своим, по баллам Чем очень обрадовалась, что меня вообще взяли Я думаю, так, столько у меня баллов Думаю, хватит, не хватит Вот так и попрошла Все получилось То есть это не значит, что вы должны там Вас, должны вас силой куда-то закидывать, да? Вы должны сами захотеть участвовать в чем-то В проектах В проектах, которые проходят у нас как открытые лекции В каких-то просто обычных олимпиадах, даже школьных Которые вот вам говорят, учителя Что вот у нас скоро пройдут бесплатный такой-то вот курс олимпиад Проходите Это все равно хоть какие-то баллы И хоть какой-то опыт А времени у нас остается совсем немного Буквально одна минута И я хочу, чтобы каждый быстро Вот пожелал, что чего-нибудь слушать Я, например, желаю Чтобы вы смогли попасть в Арте как можно скорее И ощутили себя частью этой семьи А я желаю, чтобы сбылись ваши мечты Потому что, ну, у нас Мы говорили о новогодней смене Несмотря на то, что дети провели ее за камерами и фотоаппаратами Но, тем не менее, они загадывали желания И чтобы желания ваши и желания вот этих ребят сбывались А я желаю встретить таких же друзей Которых мы встретили А вы можете пожелать побольше, потому что нам продлили время эфира Можете рассказать чуть-чуть побольше Можете рассказать Ну, просто, давай Можете, чего вы хотите пожелать Давай, заканчивай Ты же меня все равно обошла Вот, как я сказала, желаю встретить таких же друзей Каких мы встретили в Артеке Пообщаться с людьми И получить огромный опыт Я желаю, если вы попадете в Артек Берегите себя Не попадайте в изолятор Это, конечно, замечательно Подвороты убирайте Куртки застегивайте Шапки надевайте Да, это очень важно В изоляторе классный первый день, но больше нет Это ужасно Оттуда не выпускают, даже если у тебя нет температуры Ой, какой кошмар У нас мальчика на третий же день Когда у него была температура 39, она спала до 37 И они такие Ничего, ты выживешь И просто отправили его У нас тоже был товарищ, один из нашей команды Который во второй день, да, слег в изолятор И буквально за всю смену он в Артеке пробыл около недели Ну да И Новый год встречал в Артеке В изоляторе В изоляторе У нас, да, несколько таких сюжет Даже вот Побыл моим оператором Ну а я желаю тем, кто действительно этого хочет Попасть в Артек Я думаю, если вы правда хотите У вас все обязательно получится Главное, что-то делать для этого Главное, не сидеть на месте Стараться Стремиться Участвовать везде, где Вы только можете Чтобы действительно Это, я так скажу Мечта превратилась в цель Чтобы вы действительно Побывали там Потому что Эти Ну Очень здорово Если Ребенок вообще проживет 21 день в такой атмосфере Если Вообще в Артеке Закладывается самая крепкая дружба Которая Правда Сквозь года пройдет И я действительно желаю вам Если вы отправляетесь в Артек Получить То, зачем вы приехали Скорее Ну чаще всего это Действительно Как-то наполнится И Всем Всем добра Всем мира Всем-всем Янтарный Янтарный И как говорится Неважно в каком лагере Артека вы были Главное, что в Янтарном Хорошо Хотелось бы сказать одну фразу Артековит сегодня Артековит всегда Так, Федя, быстро желай Срочно Сбудется Ну, наверное, удача Самая важная в жизни, я считаю Хорошо Фортуны Так, с вами был Федор Ильичков Я, Софья Занько Прекрасные у нас гости Из Лиги юных журналистов Мария Халтурина Валерия Скопина Маргарита Ерошкина Маргарита Кузьмина Всем большое спасибо, что пришли И всем хорошего воскресенья Детская познавательная программа Открывашка